привет друзья сегодня мы с вами приготовим чесночный крем этот соус must have каждого шефа особенно во франции и в италии на основе этого соуса готовится огромное количество блюд он также является составляющих таких соусов как например бешамель который изготавливается для лазаньи и вы добавите крепкий вывар рыбы или морепродуктов у вас получится замечательный соус для рыбы если вы добавите соус жу или demi глаз то у вас получится замечательный соус для мяса для курицы свинины говядины сегодня я приготовлю классический чесночный крем который особенно любим в италии они готовят его с различными паста паста вы знаете что такое это лапша и так сегодня мы тоже с вами приготовим спагетти романа классическая спагетти которые можно встретить практически в любом ресторанчике в италии и так давайте приготовим этот соус что нам для этого нужно нам буквально нужно небольшой кусочек луковицы 1 4 средней луковицы и конечно же ориентировочно 10 зубчиков чеснока я буду использовать 600 миллилитров сливок специально для готовки это 12 процентные сливки давайте добавлять овощи форма лука или чеснока не принципиально потому что мы будем молоть этот соус блендером и томим томим добавляем туда тимьян и резать его не обязательно нам нужно будет его вытащить когда к соус приготовиться чуть чуть больше оливкового масла но много масла не нужно потому что мы будем добавлять сливки поджариваем чеснок так чтобы он был румяный кстати этот соус можно использовать и в течение нескольких дней сегодня мы приготовим его свежий используем для наших спагетти и я его оставлю остывать и положил холодильник а завтра его опять могу подогреть и использовать добавляем сухое белое вино это вино для готовки не обязательно добавлять прям очень дорогое вино вот посмотрите какой цвет получается кремовый очень вкусный аромат сочетание вина тимьяна и чеснока невероятно немножко черного перца соль солим по вкусу делаем чуть чуть тише огонь и пусть томится так чтобы чеснок стал мягким и отдал весь свой аромат вину замечательно выглядит я попробовал на вкус шикарно добавляем сливки вот такая у нас с вами история видите как красиво смотрится чесночок поджарился стал мягким добавляем сливки и увариваем еще немножко добавить соли соус начинает закипать периодически его обязательно помешивайте чтобы не подгорели сливки как только он закипит сразу делаем огонь тише и даем возможность ему увариться я попробую на вкус отлично то что нужно вкус чеснока сливок тимьяна вина то есть все получилось гармонично нашими спагетти этот соус будет изумительный так вот он закипел у нас и теперь давайте его поварим минут 57 огонь делать и чуть чуть меньше но в то же время чтобы обязательно он все-таки варился наша задача его сейчас уварить незначительно он просто станет гуще для того чтобы он получил скажем так структуру именно стол вот как в идеале он должен вариться очень важный момент запомните это чесночный соус но после того как соус будет готов свежий чеснок добавлять туда нельзя потому что как если вы добавите в горячий соус свежий чеснок у него будет слегка такой прогорклый даже неприятный вкус здесь вот настоящий момент вкуса чеснока достаточно получается настоящий итальянский вкус они кстати очень любят жареный чеснок потому что они очень но и на пиццу много бросают чеснока с орегано кимьяном то есть когда вот идешь по италии всегда чувствуешь этот запах хлеба свежей пиццы и чеснока жареного чеснока вот это наша история этот соус будет великолепен с ризотто тоже итальянское блюдо которое мы как-нибудь приготовим с вами есть рыбное ризотто мясной ризотто с овощами с грибами то есть огромное огромное количество прошло у нас с вами в среднем где-то в 10-15 минут соус достаточно хорошо уварился вот даже сейчас видно что он имеет такую вязкую кондицию давайте закончим его вилочкой я достану веточки тимьяна что осталось это не страшно и теперь блендером разбиваем его и так наш соус готов вы можете его налить соусницу и подать к столу вот в настоящий момент это как говорится базе его можно конечно же усиливать различными ингредиентами вы можете добавить сюда горчицу вы можете добавить сюда как я уже говорил или же фильме или доме глаз вы можете добавить сюда уваренный рыбный бульон масса каких возможностей для того чтобы соуса сделать и повести его в разное направление вот вот в этом классическом варианте он будет очень хорош с лапшой он будет хорош с картофелем например вы сварите картошку и вот так вот ее разрежете поливать этим соусом или же возьмите вот просто-напросто пожарьте фарш или кусочки мяса налейте этот соус опять же подайте его с лапшой с рисом нет предела фантазии и использования этого замечательного соуса сейчас мы с вами на основе этого соуса приготовим спагетти по-итальянски ну что давайте приготовим наши спагетти вода у нас закипела я уверен что многие знают как нужно правильно варить спагетти но я так быстренько пробегусь и так кипящая вода добавляем соль где-то чайную ложку немножко масла можно обычное подсолнечное масло но я добавил оливковое масло добавим до кипения опять масло нам нужно для того чтобы лапша не прилипли друг другу спагетти пол килограмма это в среднем порции на 3-4 человек я все варить не буду сварю буквально половину это в среднем порция будет на двоих опускаем запомните спагетти всегда опускается только в кипящую воду они будут вариться в среднем 5-7 минут наша задача так чтобы спагетти были аль данты то есть они не должны быть разварены они внутри должны быть тверденькие это итальянский стиль и приготовления пасты тем временем пока наши спагетти готовятся мы с вами сделаем соус с помидорками с нашими сладкими черри томатов опять немножко чеснока в этот раз чесночок мы режем мелко потому что мы его уже не будем больше молоть блендером буквально немножко лука если у вас есть такая сковородка глубокая сковородка бог то это будет прекрасно нам нужен тимьян освобождаем веточки спагетти не должны сильно кипеть чуть-чуть сделать и тише огонь я поставил средний пять минут там посмотрим обратите внимание видите как чеснок подчерк поджарился вот вот это вот та самая история итальянская бросаем наши помидорки заливаем все это вином черный перец немножко чили и чуть-чуть подсолить натираем пармезан наши помидорки становятся мягче то есть по сути у нас с вами получится как бы соус самих помидорах потому что мы же сейчас приготовим они будут мягкие внутри и вместе с лапшой с нашим сливочным соусом получится идеальная вещь и так немного пармезана потому что без пармезана не может быть итальянская лапша итальянская паста что у нас здесь смотрим вот так вы берете лапшу и жестковато еще еще пару-тройку минут наши помидорки уже практически готовы посмотрите как красивый соус какой получился невероятный вкус невероятно добавляем наш соус пармезан берем петрушку и базилик мелко рубим так зеленый лучок петрушка базилик сторонку но увидите мы с таймером сработали в команде вот обратите внимание видите какая лапша получилась то есть она упругая твердая но в то же время она мягкая такой лапши можно скушать много и от нее не поправишься добавляем сюда вот так вот так ну что вот наши спагетти по-итальянски готовы сейчас сниму пробу класс вот то что нужно очень-очень вкусно попробуйте сделать по такому рецепту свою лапшу расскажите мне получилось не получилось если вам понадобится больше соли подсолите больше перчика вперед больше сыра прекрасно можете добавить сюда бекон можно экспериментировать но это базовая итальянская лапша ну что друзья мои спасибо за просмотр увидимся в следующий раз пока